Помочь увидеть спектакль в Ульяновском молодежном театре ждут необычных зрителей. Помимо завсегдатаев, туда готовы пригласить и людей, испытывающих проблемы со зрением, а потому не способных рассмотреть все, что происходит на сцене. На помощь им приходит специалист-тифлокомментатор. Кто это и как этот человек работает, выясняла наша съемочная группа. В доме 8-1 у заставы Ильича жив высокий гражданин по прозванию Постановку «Дядя Степа» с классическим текстом от Сергея Михалкова смотрят ребята из ульяновских школ, благо у них каникулы. А в это же время за кулисами специалист-тифлокомментатор Гелюся Захирова готовит версию для слепых и слабовидящих зрителей. Все с интересом смотрят вперед, декорации перекрашиваются в красных фонах. Вот так в паузах между репликами актеров тифлокомментатор, сидя за кулисами, вставляет свои реплики, которые помогут незрячим понять происходящее. Получается что-то вроде радиоспектакля. И просто записать фразы не получится, ведь театр – место для импровизации. В спектакле может что-то пойти не так, например, не вовремя там выкатились какие-то декорации, или актеры немножко импровизируют, что-то там подзабыли, не по сценарию пошли. Здесь тифлокомментатор тоже импровизирует. И здесь важно выделить то главное, да, что важно для сюжета – всего описать невозможно. Это уже не первый подобный опыт. В нынешнем году уже прошел спектакль «Руководство для желающих жениться». Еще два спектакля в «Молодежном» было в минувшем театральном сезоне. До 20 мест в зале выделяют незрячим. Специальное устройство театр получил благодаря гранту от благотворительного фонда «Наука, искусство и спорт». На остальных зрителей это никак не влияет, не мешает просмотру спектакля. То есть это происходит все в режиме «Здесь и сейчас». Им выдаются специальные приемники, и они, находясь в зале, слушают тифлокомментарий. Показ спектакля «Дядя Степа», куда пригласят и особых зрителей, запланирован на 22 октября. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.